друзья привет с вами леонид raptor tv 5 апреля видите погода уже у нас все ближе и ближе снег весь почти стаял днем уже там до 10 там до 15 градусов доходит до 15 конечно преувеличил но 10 12 реально самое время начинать открывать самокатный сезон сегодня у нас на обзоре вы из названия увидели уже самокат midway компактный городской что это за медвей вообще что это за бренд такой откуда взялся midway это тот же самый самокат немата почему его назвали midway в этом году компании мата развивается и идет вперед семимильными шагами захватывает рынок европы и с торговой маркой ямато не получилось у них выйти на европу потому что ямато созвучно с ямахой и в общем пришлось сделать небольшой ребрендинг теперь называется midway на каждой коробочке написано midway midway by ямато немата по-прежнему упоминают чтобы люди не терялись потому что ямато знают все а midway что это такое вообще фиг поймешь ну теперь знаете что midway это тот же самый самокат ямато на каждой коробке на каждой инструкции это везде прописано midway by ямато самокат 21 года в прошлом году мы делали обзор это был ямато 0809 не про просто 0809 батарея здесь установлены по-прежнему 5.2 ампер часа 36 вольтовая мотор колесо у нас сколько ватт не знаю точнее сколько ватт знаю 350 здесь никакой маркировки нет просто написано ямато 0809 сзади прокрышка rising sun цель налетая такая же как устанавливалась на спидвей мин 4 pro и подобных самокатах передняя надувная опять же это все восьми дюймовые колесики компактный городской самокат который весит менее 12 килограмм здесь мы видим что газ реализован большой палец тормоз только рекуперация тормозить ногой там крыло нажимать такой возможности здесь нет но рекуперация часа вам покажу насколько она эффективно работает давайте сразу чтобы не откладывать долгий ящик что колесо даже views уходит когда нажимаешь на рекуперацию нет в принципе в том году уже делал показывал вот смотрите на заднее колесо вилс не уходит сейчас надо побольше разгон взять вот разгоняемся нет не юзит но видите как бы тут получается 3 метра где-то с 20 километров в час я остановился но у меня честно говоря получалось даже иногда вот есть может просто зависит покрытие прямо реально ну views уходит в общем здесь хватает электронного тормоза за глаза чем же он отличается от прошлогоднего ямата батарея другого производителя я честно в этих китайских названиях не знаю это не lg не panasonic просто знаете у нас русский какой-то предрастут батареи либо lg либо panasonic либо ноу-нэм китайская параша но блин я очень сильно готов спорить китайские батареи тоже бывают разные все китайские машины все китайские там скутера ездить на этих китайских на батареи из китайских элементов собраны ездят годами тысячи и сотни тысяч километров проезжают никаких проблем не возникает просто не надо пугаться что если батарея китайская то она может взорваться она через месяц выйдет из строя нет это все предрассудки в общем батареи поменяли самый момент который мне не нравился в прошлогодних яматах и кстати пять или шесть модели вышло там ну мы все по порядку все сделаем когда соскакиваешь например ешь по по ровному асфальту и попадаешь в кочку там ли скотчки выпрыгиваешь в общем отбой по передней здесь во первых вот передняя подвеска есть вы видите да вот она работает и выскакиваешь сразу щелчок такой тенден здесь нет этого не подложили резиновый уплотнитель под амортизатор теперь ничего не отбивает все прекрасно работает сзади подвеска отсутствует есть передняя но теперь она доработана она не раздражает, когда на каждой ручке отщелкивает. Единственное, что мне не нравится, что для моего роста метров семьдесят восемь, по-моему, мне немного низковат руль. Но, опять же, немного низковат, это можно пять-семь сантиметров повыше. Это реально не критично. То есть, я на нем катался, никаких проблем и дискомфорта особого не испытываю. Следующее, то есть, по подвеске поняли, подвеску доработали. Батарею изменили. Теперь, друзья, появилась приложуха. Смотрим. Приложуха называется Midway, так и называется. Мне тут понравилась аббревиатура. Выбираешь режим спортивный, лошадь нарисована, энергосберегающие часики и средний кролик какой-то. Но будем на спорте ездить. Дальше. Фары включаются, отключаются. Заблокировал. Когда пишет заблокирован, он не дает колесу крутиться. То есть, колесо тоже блокируется. И еще мы смотрим, что отображает приложение. Текущий пробег, потом общий какой пробег у самоката, напряжение батареи, заряд. В общем... А, и, кстати, температуру контроллера даже есть. Ничего себе. Дальше, друзья, настройки. Тут у нас уже поинтереснее. Вот, кстати, ограничение скорости можно установить. То есть, покупая такой самокат своему ребенку, вы можете поставить через телефон определенных километра, чтобы там не больше 6 километров, не знаю, 10, не знаю, любую скорость установить, и у вас ребенок будет ездить с этой скорости. Поменять отсюда он не сможет это. Это, я считаю, что огромный плюс. Ну, и всякие подсветки, режим сталчка, не сталчка, скорость, мили, километры. В принципе, тот, кто пользуется приложением, я, например, не пользуюсь. Эта тема зайдет, да. То есть, пробег видно, и там заряд. Все это как бы все отображается. Хоть это отображается, дублируется и здесь, на основном дисплее. Он, кстати, теперь уже без колечка. Раньше был дисплей вставлялся, потом резиновое платительное кольцо. Здесь этого нет. Теперь он четко вклеен сюда. Все. Никаких лишних деталей, никаких лишних выступов. Все прекрасно. Вот и, в принципе, все основные отличия. А, кстати, заверяют, что скорость будет 30 километров в час. Но, как вот вы сейчас видите, да, я тут наложил видео. Уже мы сняли, попробовали, сколько он едет. 26 больше я с него выжить не смог при полной зарядке. 26 для такого малыша, я считаю, что тоже очень-таки неплохо. Сегодня у нас, друзья, обзор. Вообще, мы про все Яматы будем, знаете, как снимать? Разбирать их, показывать, что там внутри. Это мы тысячу раз уже с этими Яматами делали. То есть, ну, мотор стандартный, там, ширина магнитов 3 сантиметра. Батареи, ну, что там, вскрыть, посмотреть, сколько ампер контроллер. Но это не тот самокат, про который надо лезть в техническую часть вглубь. Потому что он компактный, легкий, городской. У многих просто возникает вопрос, сколько он может проехать. Вот сегодня я начну обзоры Ямата делать на запас хода. Кстати, мы сейчас посмотрели, там показал 96 процентов. Я его заряжу до 100 процентов и поеду. То есть, мой вес 88 килограмм. Рюкзачок, там, туда-сюда, там камеры, GoPro, всякие дополнительные аккумуляторы. Ну, еще докидывайте 5 килограмм. То есть, 93 килограмма, пусть даже будет 95. В одежде все. Я поеду отсюда, с района метро Беляева, город Москва, к МГУ. Порядка 8,5 километров в один конец. Я хочу доехать туда и попробовать вернуться назад. Вернусь или не вернусь? Конечно, огромный вопрос. Потому что батарея все-таки 5,2 ампера и 36 вольт. Буду ехать при скорости от 10 до 15 километров в час. Не больше. Разгоняться буду плавно. Скорость буду поддерживать. Соответственно, где горочку, с горочки газ скидываешь, просто катишься. То есть, такой лайтовый, экономичный, городской режим использования. Не газ в пол, просто надо куда-то доехать. И мы поймем, насколько реально его хватает. Потому что, честно, мне он очень нравится. Блин, смотрите, насколько просто все это складывается. Берешь там, раз, рычажочек вниз. Все, он сложился, зафиксировался. То есть, легкий, компактный. С машины достал из багажника, погнал. Да, там, раскладывается точно так же. Но основной вопрос всегда встает. Насколько батарейки хватит? Потому что, если его будет хватать, там, 5-7 километров, ну, так себе забава, да, иметь самокат. Да, конечно, он определенно найдет аудиторию использования. Может быть, кому-то просто нужно ехать до работы один километр и возвращаться. Конечно, он подойдет. Он ничего не весит, не люфтит, собранный. Прям вот, ну, классный. Реально, самокат получился классный. Но мы попробуем с него выжать максимум. Максимум по километражу, а не по максимальной скорости. Так что, друзья, иду, поднимаю еще 4% заряда до 100% и выезжаю к МГУ. Ну все, смотрим, что же у меня получится. И тогда уже примите решение, нужен ли вам такой компактный малыш с тем запасом хода, который он выдаст при моем весе в городских условиях. И переключаемся. Ну все, пора двигаться. В приложении буду использовать Runtastic Roadbike. Это для велосипедов, для самокатов. Я, в принципе, всегда им пользуюсь. В общем, нажимаем старт, выбираем тренировку велосипед. Не надо лайв-тренировку. Все, время пошло. 17-17 мы выезжаем. Погода шикарная. В общем, двигаем в сторону МГУ. Хоть на улице и тепло. Относительно, конечно, 10 градусов показывает. Но перчаточки я все равно одену, потому что ветер встречный. Дело такое. Еще пока буду кататься, буду ехать не спеша. Замерзну на обратном пути. Красные обозначения. Это режим спорт. Нам спорт не нужен. Кстати, так, фару я отключил. Будем ехать просто на S. На S он. Вот с толчка мы оттолкнулись. Поехали. На S он быстро не едет. Буду ехать, как уже вам и говорил, от 12 до, ой, от 10 до 15 километров в час. Сейчас камеру чуть повыше сделаю. Как всегда, все эти неровности, кочки прогладывают прекрасно. Так что двигаемся. Друзья, кстати, когда начинаешь пользоваться электросамокатом, ты уже знаешь, когда газовать, когда газ скинуть, когда ехать накатом. То есть это приходит со временем. Соответственно, сейчас мы съезжали с горы. Зачем мне газовать? Я просто накатом съехал. Многие постоянно газ держат, но запас ухода это плюса не дает точно. Поэтому где-то разогнал, смотришь горочку, уклон. Скинул газ, вот я сейчас скинул, просто катываю. Так скорость снижается, чуть подбавил. Едем так потихонечку в экономичном городском режиме. Кстати, я переключил на первую скорость. На первую скорость, смотрите, он по кругу газа разгоняется до 15. Ну и так, вот смотрите, газонул 15. Все, еду накатом. Как я говорил, что снижается там до 10-11. Раз еще чуть подгазовал. То есть я газ все время в пол не держу. Просто экономлю. Заряд экономлю. Ну как, не то, что экономлю. У меня не стоит задачи проехать максимальное количество километров. Просто еду в экономичном городском режиме. Вот прогулочный такой темп, знаете, когда можешь ехать с другом, с подружкой на небольшой скорости и болтать о чем-то. То есть не гнать там 25-30, когда ветер в уши задувает и ты даже не слышишь друг друга, а просто едешь таким прогулочным шагом, так скажем, прогулочным темпом. Причем двигаемся, двигаемся. Двигаемся по проспекту Вернадского. Дорожка пошла немножко в гору. И хочу отметить, что одно деление у нас ушло уже. А давайте-ка, знаете что, остановимся и посмотрим, сколько километров мы проехали. По GPS уже ушло одно деление. И сколько процентов заряда показывает в приложении. Проехали 4 километра. 4,2, считай, 4,19. Дальше, вот, приложение видовое, заходим. 4,2 километра проехали. Так, так, так. Информация. 85 процентов заряда, 39,4 вольта. Ну, вот так, кстати, показывает 5,1 километр, да. Но видно, что он немножко врет, да. Смотри, самокат новый. Немножко подверяет родной спидометр. Но все равно, процент 89, это хорошо. Все, двигаемся. Вот, кстати, назад нагрузка ушла. Опять 5 делений. В общем, двигаемся дальше. Сейчас катимся по велодорожке вниз по проспекту Вернадского. Вдоль проспекта Вернадского, в сторону центра. Сначала поднимались немного в гору. Теперь вот я даже не газую. Еду накатываем. Смотрите. 14, 13, 12. Спадает скорость. Чуть поднабавим. Чтоб пятнашечку нам двигать. По-прежнему 4 палочки показывают. Конечно, все это не объективно. Доедем сейчас до МГУ. Порядка 8,5 километров. Посмотрим, какой заряд у нас останется. Вообще, конечно, в идеале было бы доехать до МГУ и вернуться назад. Не знаю, насколько это реально. Но проверим. Проверим, друзья. Кстати, по поводу стоимости самоката. Самокат на данный момент стоит 18 900 рублей. Это обновленная Yamato, точнее, Midway by Yamato. 0,8-0,9 версия. Не версия Pro, а обычный. 0,8-0,9. Батареи 5,2 Ач. В том году он стоил 17 900, в этом году 18 900. Всего на 1000 рублей он стал дороже. Да, подорожал. Но он не настолько существенно, насколько все остальные самокаты. Вот еще один самокатчик проскочил. Но это была Yamato 08-09 Pro. Странно, да? Повстречали тоже Yamato. Вот, 20 километров. Смотрите, вот мы разогнались. Едем с горы, вообще ничего не газует. В общем, едем в верном направлении. Проезжаем Ашан-Капитолий на проспекте Вернадского. МГУ уже прям близко-близко. У нас по-прежнему 4 палочки заряда. Сейчас доедем до МГУ, посмотрим, сколько останется. Интересно вообще, на сколько хватит того. Потому что, честно говоря, что-то он не особо-то и садится. Едем, да, мы, конечно, там 13, 15. 15, 15 это максимум, что на первой скорости. Я, как уже сказал, что мы переключились на первую скорость. Потому что на ней он едет 15. Ну и отлично. В общем, посмотрим, насколько хватит этой обновленной батареи. Вот мы и приехали к МГУ. Ну что, друзья, смотрим, смотрим, смотрим. А у нас 4 деления. 4, 4. Уже, кстати, иногда 3. Смотрим теперь у нас по приложению. Сколько у нас осталось. Так, Bluetooth отключен. Как это так? А вот, все, подключился. 64% заряда. 11,8 километра, но это гон. 36,9 вольта. Но у нас, получается, на 36 вольтах, это полбака. У нас даже больше, чем полбака. Я на 90% уверен, не на 100, на 90, что назад мы доедем. Так, смотрим теперь по километрам. 9,5 километров. Я вам говорил, 8,5. Теперь мы знаем, что до МГУ 9,5 километров. Ну что, предлагаю двинуть назад. Честно говоря, вот перчатки снял, мне реально холодно. Потому что сейчас погода уже похожа на то, что, ну, ветер дует. И такого плана, как будто градусов типа 6-7 стало. Солнышко начинает скрываться и холодает. По поводу погоды, да. То есть, соответственно, мы понимаем, что если такой замер и обзор производить в плюс 25, в плюс 20, то, разумеется, запас хода будет немного выше. Ну и так, я считаю, что это круто. Осталось чуть-чуть больше полбака при проезде 9,5 километров. Все, двигаем дальше. Обратная дорога. Вот за что люблю электротранспорт мобильный. Самокат, велосипед с урон или что. Что-то подобное. Смотрите, вот они. Московские пробки начались. Начались, начались. И будут еще часа 2-3. А ты просто по тротуару едешь и никого не трогаешь. Спокойно наслаждаешься. Да, сейчас еще, конечно, прохладненько. Но ничего. Скоро станет совсем тепло. Будешь ехать и кайфовать. А люди толкаются, сидят в пробках, дышат гарью. Ну, хотя тоже по тротуару есть и есть. Тоже гарь определенная есть. Но, тем не менее. Зато не зависишь от вот этих дорожных условий. Батарейка начинает садиться. Уже скорость снизил до 8-10 километров в час. Но больше 10-12 не еду. Уже потому что красным загорается. Это меня уже раздражает. Но до дома еще осталось до базы, до нашей, километров 6. Не знаю, доеду или нет. Но будем пробовать. Конечно, температура реально влияет. Потому что я посмотрел там температуру контроллера. Показывало, что 13 градусов. Но это вообще ни о чем. Но надо понимать, что батарея такая же холодная. И, конечно, ей тяжело. В общем, едем. Остался последний рывок. Дорога перекопана. Еду по узенькому бордюру. Вот вы можете увидеть. Потихоньку, потихоньку. 8 километров в час. Уже начинает моргать. Кто горел красным, уже подмаргивает красным. Дорога еще в горочку. Самокату тяжело. Осталось около километра, друзья. Но мы дотянем, я уверен. Ну и что? Кто думал, что я не доеду? Вы ошиблись, ребятки. При вас. При вас. Сейчас завершаю сессию. 18.97. Мы проехали 19 километров. Вот. Он открыл 19 километров на одном заряде. Средняя скорость была 7,9 километров в час. 7,9 километров. Но там постоял, там постоял. Повторюсь. Ехал от 10 до 15 километров в час. Средний где-то было это 13-14. Честно скажу, последние метров 400 была дорога под горку. Он уже стал прям вот-вот-вот вырубиться. Я кое-где, признаюсь, ногой подталкивался. Но мы доехали, друзья. 19 километров в час. Вот. Смотрим. Так, сейчас Wi-Fi отключаем. А то у нас плохо работает. В общем, карту не показывает. Не может подгрузить. Ну вот мы ехали до МГУ и также назад. Заряд остался. Кстати, давайте приложуху Мидвэй заходим. Приложуха Мидвэй. Давай, подключайся. Осталось заряда, друзья. 5 процентов. Не знаю, вида вам не видно, вам буду диктовать. Так, 5 процентов заряда, 33,7 вольта, 8 градусов температуры контроллера. Я и сказал вам, что на нем можно проехать километр на 3-4 больше, 100 процентов. При таком же темпе, при моей туши в 90-е почти, там, наверное, 3-95 с рюкзаком килограмм. Если вы будете ехать не быстро, старт у вас будет стоять с толчка. Потому что, когда стартуешь на самокате не с толчка, у него расход энергии повышен. А так отолкнулся и поддерживаешь скорость. Шикарный городской самокат. До 8 градусов температура контроллера снизилась. Это говорит о чем? Что батарейный отсек нафиг наглухо остыл. Контроллер даже 8 градусов. При том, что он, конечно, так на полурасслабоне работал. Но все равно он тоже. Давайте посмотрим. Вот идите, друзья. Смотрите. Сколько градусов? А, 16,5. Нет, конечно, это вранье. Здесь не 16,5 градусов, это еще осталось. Хотел вам показать, сколько градусов за бортом. Но если 8 градусов показывает внутри батарейного отсека, так реально по ощущениям градуса 3-4. Что мы имеем в итоге? Компактный городской самокат за 18 900 рублей, который может на одном заряде в спокойном темпе проехать 19 километров. Но прошу отметить, что он в ноль не сел. То есть мы в 19 проехали. Еще если так вот по прямой, ну 2-3 километра, я думаю, что можно растянуть удовольствие. Но главное, что я доехал туда и обратно. Мой друг Александр. Сань, я уверен, что ты смотришь этот обзор. Спасибо, что ты их всегда смотришь. Ты говорил, что я не доеду до МГУ. А я еще и вернулся назад. Так что вот так вот, дружище. И, друзья, хочу сразу заметить одну важную вещь. Не стоит опираться на пробег в 19-20 километров в час, когда вы покупаете этот самокат. Потому что у нас был уже такой один случай негативный. Мы на Халтани Лайте проехали, я сам лично проехал 23,3 километра на одном заряде. А человек, купив самокат, позвонил с претензиями. Что-то нематом нас обложил. Говорит, я проезжаю 13-15, у меня все, батарея садится. Ты сказал, что ты 23 проехал, ты обманул. Я никого не обманываю. Зарядил и поехал. У каждого свой стиль езды, у каждого свой вес и разный рельеф местности. Где больше горок, больше спусков, конечно, повышенный за расход энергии. Резко стартуете, сбрасываете там. Тоже это все влияет. Поэтому я на нем смог проехать столько. Сколько проедете вы, может, вы еще больше сможете проехать. Ехал экономно, не топил. Ну, собственно, все. Офигенный самокат на лето 2021 года. Вот просто, знаете, берешь его вот так вот, за секунду разложил. Фиксируйся. Вот, зафиксировался. В багажник его кинул, друзья. И он у вас лежит. Вот у меня, кстати, от самокатов как раз. Он у вас лежит. Не мешается. В любом абсолютно автомобиле. Пробка, затор. С багажника достал. И поехал. Ну и ждем вас на тест-драйв. Спасибо, что смотрите нас. Не забывайте, ставьте лайки. Пишите комменты. И с началом нового самокатного сезона. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok